Приветствую вас дорогие подписчики и уважаемые гости канала A Handful of Boys. В сегодняшнем выпуске мы с вами обсудим команду Exaction Squad, известную широкой общественности также как Adeptus Arbiter. Команда эта очень интересная и необычная, одна из наверное наиболее уникальных в Kill Timmy на данный момент. Очень давно я хотел сделать на нее обзоры с момента их выхода, а ролик этот выходит честно с заметным опозданием, но к сожалению возможность его записать появилась только сейчас. Вот поэтому чтобы не томить собственно себя и вас лишний раз давайте переступать к содержательной части данного обзора. И начну я с классического Meta Watch, в котором хочу обозначить свое видение арбитров в нынешней мете. Как по мне Exaction Squad это крепкая и среднечковая команда, то есть у нее есть свои приколы, но также свои серьезные минусы. В Kill Timmy сейчас в принципе команда сбалансированная и тут нет как бы команды какой-то ультимативно плохой или ультимативно всех побеждающей. Большая часть команд находится в отличном хорошем балансе и арбитры одна из них. Однако у них есть несколько важных проблем в отношении меты. Первое это очень тяжелые матч-апы, в особенности против космодесанта любого. Далее это как бы команда не прощает вам ошибки, то есть если вы делаете ошибки вы будете проигрывать партии. Тут это очень сильно ощущается и далее у арбитров хоть и есть большое количество уникальных и интересных механик, также есть, к сожалению, и большое количество ограничений, наложенных на эти механики. Вот, то есть это не просто что-то ультимативно сильное, вам надо думать над применением каждого инструмента, выстраивать специально схему на столе, держать оперативников в определенном аренже друг от друга, ну, в общем, много держать в голове. Да, поэтому если вы собираетесь начать свой путь в киллтим именно с арбитров, то в целом можете готовиться к тому, что поначалу вам будет тяжело. То есть вам будет очень интересно, эта команда правда обладает, наверное, интереснейшим геймплеем, но будет тяжело, потому что поначалу все это увидеть будет с непростой задачей. Но я надеюсь, что мой обзор поможет вам разобраться несколько в данной команде. На галоударке же ребята чуть получше себя чувствуют, просто из-за того, что Клоза Ренч, Стрельба и ХТХ на закрытых столах работают лучше. Логично. Больше сказать, в принципе, тут нечего. Каких-то универсальных отличий у арбитров на галоударке нет. По оперативникам. У нас есть 11 мест, необычное на самом деле число. Обычно у нас или 10, или 12, или 14, а тут как-то 11. Один из ребят наш лидер. И далее у нас есть 10 мест по специалистов. Специалистов больше, чем мест. То есть у нас уже создается определенная конкуренция. И вдобавок у нас есть ряд ограничений. Мы можем набирать только до двух ганеров, до четырех субдукторов и по одному каждого уникального спеца. Повторять можно только вегилантов неограниченное количество раз. Даже с такими ограничениями по набору юнитов у нас все еще сохраняется большая конкуренция среди специалистов. Поэтому очень много геймплей за арбитров как будто бы накладывается на верное составление киллтима. И поэтому также игроки за экзакшн скват пока не смогли вытянуть формулу универсального киллтима. То есть по-хорошему как будто бы под каждый матчап нужно делать некоторые изменения, что приводит нас к мысли о том, что нам обязательно нужно две коробки, если мы хотим играть экзакшн сквадом на высоком спортивном уровне. Ну просто чтобы покрывать все возможные закачки. Вот это такая первая важная грустная мысль. Вот одной коробки вы можете как бы собрать рабочий киллтим из одной коробки, но он не будет универсальным, скорее всего. Обилка у арбитров достаточно простая и прямолинейная. Вы можете стрелять по тем, кто завязан в ближнем бою, если вы находитесь в шести от цели и поэтому стреляете не бластом и не чем-то со словом граната в названии. Обожаю такие войзинги от ГВ, но по сути это просто запрещает кидать в ближний бой гранаты и стрелять туда с гранатомета. В целом все. Также цель вашей шутинг-атаки должна быть валидной целью для всех остальных параметров, то есть не должно быть обскюра, у цели не должно быть консива и кавера и все в таком духе. Самое забавное на самом деле, что арбитр действительно строит свой геймплей вокруг данной обилки и она является основополагающей в их стиле игры. Хотя обилка это на самом деле далеко не обычная. Тем не менее, она основополагающая для данной команды. И очень многое в этой команде работает именно вокруг этой обилки. Например, арбитр-субдуктор. Собственно, парофиль его 6-й мув, 2 апреля, 3-й дефенс, 7 вундов. Это обычный парофиль около гвардейца, однако у субдуктора есть 3-й сейв, следовательно, он уже очень хорошо танкует не парофильную стрельбу, то есть всякие лазганы, болтеры и прочее. Подобные пушки он может переживать в целом весьма достойно. Но не в 3-м сейве кроется важность субдуктора, его важность кроется в его закачке, шокмол и ассолд-шилд. Собственно, каждый раз, когда субдуктор дерется, он выбирает один из двух парофилей атаки, или офенсив, или дефенсив. Офенсив парофиль не особо понятно, зачем нужен, вы не хотите его применять, даже если вы атакер в битве, потому что правило стана работает только на кайты, и то оно весьма сомнительное. Тем более, вы выбираете как бы парофиль до броска атак, и... не, не очень. Дефенсив парофиль же во всем превосходит непосредственно офенсив парофиль, потому что тут есть две пассивные обилки, которые при этом невероятно мощные. Первая, шилд, говорит нам о том, что мы одним кубом можем отбивать оппоненту сразу два. Невероятно круто, большая часть моделей в киллтиме это три атаки на четыре, там, три плюс. То есть, обычно это как раз ровно два успеха, которые мы тут же отбиваем нашей булавой. Очень круто. На самом деле, даже четыре атаки на три плюс это тоже очень часто всего лишь два успеха, следовательно, даже такие модели субдукторы могут, ну, как бы, лишать успехов подобным образом. Помогает нам в этом вторая обилка РПС, которая говорит, что субдукторы всегда считаются атакером в ближнем бою, ну, если использован дефенсив парофиль. Следовательно, мы первые распределяем кубы в ближнем бою, и как только нас чарджат, мы тут же одним своим успешным кубиком на атаку отбиваем оппоненту две атаки. То есть, если, опять-таки, в субдукторы пробежал непрофильный мощный хтх-шник, он вполне спокойно может остаться без атак, при этом не успев нанести никакого урона нашему хранителю порядка. Очень достойная модель, которая очень хорошо живет в ближнем бою. Поэтому, к сожалению, субдуктор сам в ближнем бою тоже никого не убивает. Четырех атак на четыре плюс хватает только на то, чтобы спасти себя самого от фрежских атак и банальное отбивание его успехов. Но, так как у нас есть обилка Руфлес-Efficiency, которая позволяет нам стрелять по тем, кто зарядом в хтх, у субдуктора, в принципе, и нет необходимости убивать того, кого он подчарджил. Он просто вяжет свою цель в ближнем бою, и пока, собственно, тот, кому не повезло оказаться в ближнем бою с субдуктором там стоит, наши оставшиеся парни бегают и дробовиками радостно стреляют в эту парочку. То есть, субдукторы — это, в принципе, отличный инструмент по реализации вашей обилки. Они не убивают в ближнем бою, они просто вяжут кого-то с собой, и потом оставшиеся парни добивают завязанных дробовиками за счет собственной обилки. Видите, очень хорошая схема переглядывается с самого начала. Также вы можете помочь парням, навесив на них фосфорлюмин. Мы подробнее обсудим эту штуку, когда дойдем до Эквипа. Главным образом вы просто отключаете Ареолы Кубов в ближнем бою по субдукторам, в том числе Коммодоролы, и это только еще больше повышает их выживаемость и стойкость в ближнем бою. Однако у них все еще есть как бы определенные минусы. Минус первый — если оппонент стабхартурих это хашник там с пятью атаками, допустим, и вдобавок какими-нибудь перебросами, то субдукторы, скорее всего, не сможет выдержать его напор. Далее возникают проблемы с теми хэдхашными оперативниками, у которых есть способы получить много кайтов, допустим, Летал 5+, потому что вы можете сами не найти кайт на четырех кубах, и тогда вы не сможете отбивать критические успехи вашего оппонента. Кайты в ближнем бою отбиваются только кайтами. И третья проблема — это банально все-таки 4+, вы можете вполне спокойно попасть один раз, и тогда наша вот эта ультимативная схема может чуть-чуть посыпаться. Да, то есть опять-таки оперативник имеет свое место, он отлично работает на общую идею команды и синергируется с ней, однако вот есть вот подобные серьезные дебафики. Тем не менее этот оперативник очень важен, и пока что, так сказать, умы игроков за арбитров сводятся к тому, что нам нужно брать их максимум, то есть четыре штуки. К ним в нашу хэдхашную шарику Лейку добавляется продуктор Экзактант, который тоже может закачаться именно в Мол и Шилд. В таком случае он не берет шотган, но это не особо важно, потому что хэдхашный лидер очень крут. Он получает банально больше бонусов, чем стрелковый. Стрелковый получает плюс себе 2+, на шотган, это не особо полезно, ну, это как бы понятно, но не ультимативно. А хэдхашный лидер получает себе и третий сейв, и летал 5+, на булаве, ну, как бы, то есть он круче делился, чем обычный субдуктор. Вдобавок 8 вундов. 8 вундов для хэдхашной модели это намного больше, чем 7. Это отдельный, как бы, террор вундов, уже отдельная категория оперативников. Да, то есть хэдхашный лидер очень круто, это наш пятый субдуктор, который, в принципе, делает все то же самое, только чуть получше, потому что он попадает на Тайплюс в ближнем бою. А все остальные обилки у него точно такие же. Также у него есть уникальные действия, деплой Аквила. Собственно, он ставит токен в шести от себя, и потом, каждый раз, когда прижимает Аквилу заново, может переместить его куда-то на 6 дюймов, полностью игноривая любой террейн и вертикали. Собственно, Аквилу нужна зачем? Вторых, от нее противники совершают пикап-эмиссионные действия на 1 АПЛ дороже. Очень мощно и очень полезно. И также общий АПЛ противников при контроле точки вторых от Аквилы также уменьшается на 1. Это очень мощный инструмент по выбиванию ВП-шек из оппонента, то есть вы можете буквально воровать точки у него из-под носа. Это очень мощно и очень круто. Это один из таких самых сильных, как мне кажется, инструментов у данной команды, потому что играем мы все-таки на виктори-поинты, а эта штука позволяет нам эти виктори-поинты либо получать самим, либо не давать оппоненту их получать. Теперь мы переходим к более, так сказать, обычным бомжам с дробовиками. Вегелант — это наш обычный чувак. Мы его никогда не берем, потому что, спойлер, все остальные наши ребята — это Вегеланты только лучше. У него четвертый сейв, 7 вундов. В общем, просто держите в голове, что если вы подставили вашего арбитра, то он умает от стрельбы в ближнем бою, вообще где угодно, а реально отвалится. То есть они удары не держат. Все, в принципе, держим эту мысль в голове, идем дальше. У нас по закатчикам есть шотган. 4 атаки, 3 плюс, 4, 4. В 6 дюймах. Очень мощный профиль, который невероятно эффективно разносит 7 и 8 вундовые команды. Вообще без проблем. Такой есть, по сути, у всей вашей команды, кроме субдукторов. Поэтому круто. Это, ну, правда, профиль очень мощный. Вдобавок у вас есть способы стабилизировать попадание с него, что хорошо. Также есть лонг-рэндж профиль, 5 атак, 4 атаки на 5 плюс 2, 2. Считайте, что этого профиля не существует. Вы никогда не хотите с него стрелять. Он плохой, вы им никого не убьете и даже дамага не занесете, скорее всего. В ближнем бою у нас есть абсолютно позорный репрессион батон, потому что у него дамаг 2-2. Напоминаю, у профиля приклада, профиль атаки 2-3. И почему арбитр не может просто бить прикладом 2-3, не особо ясно. Ну, то есть, это самый худший профиль ближнего боя в игре. Почему он существует, не ясно. Это, конечно, позорно, но что поделать. У нас есть очень хорошие субдукторы для ближнего боя. Эти ребята занимаются не ближним боем, так что окей. Наш первый специалист, костигатор, очень забавный по внешнему виду и по своим обилкам. Он пытается сочетать в себе как бы все самое лучшее и от субдукторов, и от обычных ребят. У него есть и шотган, и булава. Булава, правда, несколько иная, с рейдингом и станом, попадающая при этом на 3+. У него есть две обилки. Первая, Engendered Focus, позволяет ему игнорировать любые модификаторы к собственным характеристикам. Ну, следовательно, он попадает спокойно всегда на родные 3+. Мувайз всегда на 6. Ну, как бы, достойный парень. Однако, в этом войдинге есть забавный баг, потому что по нынешнему войдингу правила он игнорирует также модификаторы к своему дефенсу. Следовательно, он полностью игнорит правила АП и как будто бы находится в 4-ом инвуле. Дефолтном. Не думаю, что ГВ задумывала костигатора в 4-ом инвуле, поэтому уверен, что это пофачит, но пока это работает именно так. Так же у нас есть 6-ое ФНП. Есть и есть, как бы, это достаточно бесполезная штука, так что окей, можно не париться по ее поводу. У него есть уникальное действие костигатор арест, он совершает бесплатный fight action против цели с вунд характеристикой действий или менее. Далее, в конце битвы, если никто не умер, да, то есть просто там спокойно попинались, цель данного действия считается арестованной. Арестованные оперативники могут только пасовать. Они не могут фуллбекать, не могут совершать ответный fight, не могут делать буквально ничего. То есть вы ультимативно завязали 10-ти вундовую модель оппонента в ближнем бою. И поэтому костигатор оказывается в ультимативной безопасности от вражеской стрельбы. Балдежно. И пока он там стоит и вяжет цель, как бы наши остальные парни бегают и настреливают в нее с дробовиков. То есть, как бы схема абсолютно такая же, как с субдукторами. С исключением того, что этого парня нет щита. Отлично, у него как бы есть свое место. Он бегает вместе с нашим вот тем самым хтх-шным кулаком. Vox Signifier. Это обычный бомжик, но с антенной может раздавать кому-то дополнительный АПЛ. Лишний АПЛ лишним не бывает. Вы и для контроля точек будете считаться где-то получше, и просто можете совершать много действий. Там, допустим, мув, дэш, стрельба или еще что-нибудь. Как бы у этой команды есть много вещей, куда они могут потратить АПЛ. Поэтому полезная билка. Добавок, она кидается на все поле. Важно только видеть цель Vox ILEA. Медик это обычный бомж с медикитом, со всеми стандартными обилками медика. Как бы, почему бы его не брать, потому что он, ну, говорит, обычный вгелан, только с медикитом. Важно только помнить, что против некоторых команд он вам не нужен. Допустим, против гидрофокусов. В принципе, там как бы от медика нет большого смысла. Против остальных команд он имеет смысл, иногда может заролять. Полезно иметь его в команде, можно держать его с кем-то плюс-минус важным. Малокатор загадочный спец, по которому разделились мнения в сообществе. Кто-то считает, что он очень важный и в принципе полезный парень, кто-то считает, что абсолютно бесполезная чушь. Я скорее склоняюсь к тем, кто считает его полезным. У него есть обилка Acute Focus, он делает миссионные действия и пикап на один экшн-поинт дешевле, то есть чаще всего бесплатно. Это очень хорошо, потому что миссионные действия присутствуют на двух из трех миссиях, то есть у обилки всегда есть место. Вдобавок у него есть уникальное действие Верискант. Он выбирает врежского оперативника в своем line of sight до конца хода мы можем по цели Верисканта успешный куб заявлять критом. Так как у нас спойлер небольшой, нет практически дамажащего оружия, ну вот именно мощно дамажащего какие-нибудь элитные цели, возможность получить лишний крит, это нам лишняя возможность занести куда-то уайон, потому что криты отбиваются только критами на сейвах опять-таки. И Малаката это как раз один из тех парней, которые могут нам позволять прорубаться сквозь элитные цели. Он один из важных таких чуваков, которые позволяют хоть как-то контрить спейсмаринов. Собственно поэтому я считаю его полезным челиком. Однако обилка имеет все-таки важное ограничение, мы должны выбирать именно парня в line of sight. Да, в line of sight зайти намного тяжелее, чем просто в visible. ревелатум забавный чел, у него нет дробовика, неожиданно, но стреляет он на все поле по руфелям 3+, 3-3, ну там типа дамаг на кайтах разделен еще на марталки, но по сути это 3-3. Самая важная его обилка first in the field позволяет нам в конце инициатив фазы первого хода совершить нормал мув, поэтому как будто бы у нас был флай, то есть он спокойно закидывается на середину делает какую-нибудь вторичку потенциально. То есть отличная хорошая обилка, которая позволяет нам украсть очки у оппонента, получить очки самому себе и в целом неплохо его как бы разыграть. Вдобавок мы можем засунуть ему крак-гранату за пазуху и тогда это в принципе крак-граната в лицо оппоненту, который он никак не может избежать. Прикольно. Однако мне кажется, что все-таки подобная суицидальная тактика с Айвелатумом Камикадзе не самая лучшая. Ну, просто вы отдаете его ну, за шот с гранаты потенциально он может сделать чуть побольше. У него есть уникальное действие Soul Guild с Кан вы выбираете врага в 6 от него и ребята вторых от Айвелатума считают парня в 6 от него как будто бы у него был энгейдж очень муторный способ как-либо поигнорить консилу оппонента но как бы может иметь место. Но тяжело реализуемая на самом деле обилка она мне не очень нравится на самом деле. Тем не менее парень хороший просто за счет того, что его можно прикинуть куда-то на первый ход и вдобавок его пистолет это единственное по сути оружие в нашей игре за исключением еще одного который может стрелять неожиданно на весь стол и если мы как бы объединяем это с обилкой гаисканту молокатора мы получаем гарантированный урон оппонента потому что мы получаем крит с крита получаем две марталки прикольно ганнер вот таких парней у нас может быть две штуки но на самом деле чаще всего будет у нас только один с гаинрит лаунчером 4 атаки 4 плюс 4 и 6 ап 1 нормальный профиль это по сути наша единственная пушка против элиты потому что все остальное намного хуже это единственная пушка с ап вдобавок в нашей команде ну и она как бы плюс-минус окей мы не можем стрелять ей в ближний бой ну и ладно у нее как бы другая задача полезно жалко только что попадает на 4 плюс оставшиеся опции у нас либо бесполезные либо специфичные хэви стабы бесполезная опция ужасное оружие ну реально оно плохое никогда того не стоит вебер оружие странное потому что у нас есть стан в статистику за счет литла 5 плюс и 5 атак может быть вебер является полезной опцией против гелерпоксов об этом мы еще поговорим но в остальных матчапах бесполезная чушь можете забыть про его существование макс у него есть какой-то очень странный снайперский дробовик который стреляет на все поле из сайлента 4 ну опять таки 4 на 3 плюс с хэви конечно он может прицелиться и получиться баланс и ноу-кавер но как мне кажется не стоит в принципе брать этого парня к себе в килл-тим почему потому что он плохо вяжется с идеей команды вся команда агрессивно бежит вперед вяжет ближнем бою стреляет за боевиков этот чел хэви то есть он либо бежит со стальными либо он стреляет то есть он реально не вяжется с командой как бы и ну не очень не очень чел типа лучше взять реально там четвертого парня со щитом вместо него этот профиль тем более даже элиту нормально не подамажит лишь мастер чел с собакой как бы по сути это обычный чел но у него есть опции взаимодействия с собакой во первых они с собакой всегда грипп активируются и выполняют действия своих грипп активации в любом порядке что весьма интересно да то есть вы можете как бы помывать лишь мастер потом помывать собаку потом лишь мастером сделать что-то еще потом сделать что-то с собакой ну или в любом другом порядке а также он собаке выдает паттерны поведения либо агрессивный чтобы она лучше дарилась ближнем бою либо быстро чтобы она бегала на 8 дюймов либо делать ей сейв третий странный немножко паттерн поведения но тем не менее и у него есть как раз уникальное действие за счет которого он меняет эти паттерны то есть один вы выдаете в начале битвы потом за 0 апрел можете менять собственно собака вот у нее профиль самое смешное как бы обычного арбитра и вундов столько же и сейв такой же у нее есть только челюсти на 4 атаки 4 плюс тайп 5 такой профиль очень сомнительный без ойленд слеса который мы правда можем получить за счет этого парня это бесполезно она не может совершать миссионные действия что печально и ей нельзя выдавать эквип логично у нее есть украинское действие upper hand в общем главное как это работает на самом деле вы кого-то чарльете вы не хотите файтиться потому что на самом деле тайп 5 это ужасный профиль даже с раундом на самом деле и в таком случае вы делаете действие upper hand вы кусаете оппонента на д-таймайталке и типа вяжете его а далее идет очень долгий войдин как работает механика вязания но главным образом когда вражеский оперативник пытается совершить фоллбэк он должен кинуть d6 если на кубике выпало меньше чем вундов у собаки на данный момент то вражеский оперативник фоллбэк не может он получает плюс 1 к брску за каждую вунду на которой он превышает собаку ну по росту пример как это работает собака укусила гвардейца в 7 вундах гвардейц не может фоллбэк потому что у собаки 7 вундов он ее не превышает по вундам кинуть на кубе 7 или 8 нельзя другая ситуация собака кусает космодесканника хаоса занесла ему допустим 2 марталки космодесканник хаоса зачем-то пытается от нее фоллбэкнуться он кидает кубик добавляет к нему 3 потому что на 3 вунды он превышает вунды собаки следовательно на 4 плюс он убегает спокойно вот такая схема если честно не особо понятно зачем от собаки в принципе куда-то фоллбэкаться потому что она не представляет угрозу в ближнем бою и по сути пораще ее просто запинать самостоятельно чем убегать от нее куда-либо так себе на самом деле оперативник я не знаю точно как его использовать он конкурирует с более достойными ребятами и в целом другие игроки из арбитров тоже считают что достаточно сомнительный чувак а вместе с ним сомнительный и лишь мастер понятное дело вот а жалко я люблю домашних животных по эквипу неожиданно много хорошего у нас есть шот пистолет за 1 EP это такой странный пистолетик на 4 плюс Тай-Тай на самом деле вы вероятно несете с него урона но на сдачу его можно выдать также у нас есть фосфор люмен это очень такая мощная штука особенно за свою цену вы в 6 от оперативника с люменом отключаете переборусы кубов по всем союзным моделям в 2 относительно люмена это очень мощная штука потому что на переборус кубов часто закладываются другие команды особенно те у которых какой-нибудь постоянный вшитый релентлес или там переборус кубов там за доктрины за приказы еще за что-то люмена это все отключают это очень круто это очень круто на хтхшниках это очень круто на всех поэтому если вы вдруг не знаете что давать давайте все люмены не ошибетесь но у нас есть еще забавный клип по названию монаклз это такая обрезанная обилка костигатора вы тоже арестовываете чуваков однако только семи вундовых как мне кажется это очень крутая тема против семи вундовых команд то есть если вы встречаете пасов если вы встречаете ветеран-гвардию вы выдаете банально вашим субдукторам и лидерам по монаклам бегаете вяжете ребят это во первых весело и беково во вторых это реально работает и сочетается с вашей обилкой да вы чаржите вы ультимативно вяжете по вам не пострелять ваши пары не стрелять могут круто ну и есть стандартная крэк-грената как бы ее всегда лучше давать обязательно давайте ее если даетесь с космодесантом это вместе с гранит лаунчером второе оружие которое хоть как-то может наносить в них серьезный орион странный эквип стан граната стан граната абсолютно обычная я как всегда скажу не люблю подобные штуки потому что вы тратите 3 эквиппенпоинта для того чтобы на 4 плюс раз за игру попытаться отнять апл у врагских моделей в общем я не люблю то что стоит аж 3 еп и поэтому работает на 4 плюс поэтому так себе ваш стан граната фраг граната в принципе дамага наносит мало и аид какого может продамажить поэтому не очень и наконец инфорест мировизор это просто ситуативный эквипп он позволяет вам игнорировать модификатор на апл и стан как бы нету по моему ни одной команду который был бы повальный повальная механика на уменьшение апл поэтому не особо понятно против кого это брать но ситуативный иногда может пригодиться это же к плойке 4 штуки они все на самом деле как бы интересные имеют место быть первое Giltowills itself мы снимаем кавер не в 2 дюймах а в 4 следовательно мы как бы игнорим консил в 4 дюймах что весьма достойно и поощряет наш как бы агрессивный геймплей однако она возможно немного оверхайп что называется и вы не всегда хотите именно бежать вперед парнями с дробовиками и стрелять в 4 дюймах то есть вы можете немного иначе ставить свой геймплей однако это полезная как бы возможность о которой стоит помнить а также у нас есть Dispense Justice когда наши чуваки дерутся ближним бою и при этом свою активацию ну не в свою активацию а в принципе в активацию которая идет на данный момент они не мувались далее чем на собственную movement характеристику мы получаем переброс одного куба следовательно это работает когда мы подчарджили на 6 дюймов а не на 8 и когда нас подчарджили очень достойная штука потому что перебрасывать куб в ближнем бою это то что субдукторам очень нужно и то что может им очень часто пригождаться ну все таки 4 плюс это бросок не самый стабильный а так вы хотя бы имеете один бесплатный переброс а инвиллайт юрис дикшн вы перекидываете дефенс находясь в двух от обжектив маркера или врежского оперативника честно говоря иногда может спасти все таки поэтому стоит о не помнить и прижимать на второй и третий ход вполне и наконец терминал декари вы мы ну в общем арбитры перекидывают кубик в стрельбу по цели в 4 дюймах казалось бы очень хорошо сочетается с гилт ревилс itself то есть вы игнорите ковер и кубик перекидываете однако опять таки команда будто бы работает несколько иначе и не от этого и намного лучше сохранять кп под инвалид юрис дикшн или диспенс джастис атакические плойки первая лонг аэм овзе эмпера слоу уникальная механика в принципе в киллтиме вы можете банить противнику скаутинг степ ну то есть он просто не может заизолвить свою опцию некоторым командам это очень больно бьет по геймплею вы можете забанить байкаду на вантажке смену пайказа бесплатный дэш это все очень больно и очень неприятно скорее всего прижимаете это в любую игру в первую очередь единственное не работает после ну не работает против дополнительных скаутинг опций допустим не работает против обасов из-за этого оно и против хантера клейда брутал бэкап забавная тактическая плойка позволяет нам совершать файт экшен дополнительный да то есть после того как наш союзный чувак совершает файт в ближнем бою а если он стоял с кем-то в комбат субпорте то как раз тот кто этот комбат субпорт приводил немедленно может подраться еще раз как бы арбитры вдвоем бьют одного парня и это опять-таки очень прикольно ложится на их общую идею там допустим два субдуктора почаржили одну и ту же цель сначала один бьет там допустим сколько-то сколько-то атак отпарировал сколько-то занес и потом следом второй добивает за кп прикольно exact punishment странная такая немножко штучка позволяет нам совершить файт или овервотч экшен по врагу который стрелял по нам в 2 дюймах от нас или же бился с нами в ближнем бою но не убил нас при этом стрелять овервотч явно не стоит потому что это или 4 плюс или 5 плюс это не те броски на которые стоит тратить кп а вот файт совершить иногда можно тем более опять-таки наши субдукторы могут эти файты спокойно переживать следовательно соблюдать условия плойки следовательно ее реализовывать и наконец execution order это одноразовая плойка мы выбираем цель в line of sight нашего лидера опять-таки заметьте line of sight неприятное ограничение далее мы получаем по выбранному оперативнику полный переброс атак дайсов в ближнем бою в дальнем бою до конца игры звучит очень мощно но в принципе имеет место быть только против опять-таки элиты по типу космодесанта или кустов против бомжей абсолютно бесполезная штука что обидно по вторичкам у нас есть архетипы security и секунда второй арбитры всегда играют security секунда второй слишком легко зафакапить и не сделать на максимум фракционные вторички у арбитров так себе первая seize or incapacitate заставляет вас выбирать врежского оперативника и потом его убивать а потом добавок security токен который вываливается из убитого оперативника противник может очень легко вам запакапить эту миссию очень как бы так себе из-за этого я не люблю подобные миссии потому что говорю их очень легко не сделать в целом а противник вам может помешать это сделать очень и очень легко такая же претензия ко второй миссии contain for it ее условие заключается в том что мы должны на конец хода держать всех врежских оперативников в шести от их дробзоны или в двух от самих себя опять-таки даже одна модель оппонента убежавшая куда-нибудь в закат может сломать нам выполнение этой плойки на одно очко поэтому тоже не очень и наконец газа evidence миссию которую могут выполнять только малокат ревелатум и собака мы должны просто сделать действия на точках а потом не умереть теми кто это действие сделал в принципе и малокат и ревелатум могут умереть очень спокойно а собаку мы скорее всего в команду не берем поэтому миссия тоже на самом деле счет не очень вот но я предположил бы даже что можно пытаться сделать из этих трех иногда contain фарет она как ни странно мне кажется наиболее выполнима из всей шайки итак примерная команда то есть мой мое видение универсального листа за орбитеров это хтх кулак из шести чуваков то есть лидер с булавой читай субдуктор и костигатор они делают все то что я уже 10 миллиардов раз описывал по ходу данного обзора бегут в ближний бой и там вяжут людей далее у нас остается 5 чуваков которые стреляют с идрибовиков а реализуя непосредственно обилку нашей команды по спецам ревелатум потому что это ранний скоринг и интересные тактические возможности молоката потому что его обилка на автокрит очень полезна и имеет место быть во всех матчапах на самом деле бокс сигнифайл потому что иметь дополнительный апрел это очень круто медик потому что больше особо некого и ганна с ганет лаучером чтобы иметь хотя бы одну пушку со стабильным дамагом и апр против против допустим гилерпоксов когда мы хотим поиграть в санитаров нет нужды в медике в принципе и мы спокойно можем взять вебер допустим чтобы станет найтмар халков вот как бы это мои мысли как команду стоит собирать однако вполне вероятно что под каждый конкретный матчап что-то может меняться возможно против каких-нибудь тау собака может иметь место быть или что-то в таком духе это не точно у меня есть такое предположение итак на этом собственно все обычно я еще говорю из каких коробок команду можно собрать но тут так все очевидно они пока существуют только в коробке салшакл поэтому можете искать арбитров на распилах и собственно в неназываемых местах что могу сказать по команде в целом она действительно ощущается интересно больше всего когда объявили о выходе арбитров я боялся что это будет очередная дефолтная команда имперских бомжей каких уже было в киллтиме достаточно много однако эта команда не такая она ощущается иначе она не похожа на нави бричеров она не похожа на вет эгэ у нее свой особенный стиль геймплея уникальный в киллтиме этого не отнять они очень интересные они очень смешные очень забавные и они как мне кажется очень хорошо вписываются в свою бэковую идею таких подавляющих восстания ментов то есть реально вы вяжете ребят арестовываете их вдвоем ногами пинаете одного и подобные грязные приколы в этом отношении команда вышла очень бэковой и интересной однако к сожалению да есть определенные проблемы это отсутствие допустим стабильного серьезного дамага которым можно пробивать элитные цели это правда ощущается это также ультимативная хлипкость всех ребят помимо субдукторов и другая это реально большое количество очень странных и как мне кажется не особо понятных дебафов на многих ребятах то есть я не понимаю почему того же самого молокатора в обилке line of sight invisible я не понимаю почему субдукторы попадают на 4 а не на 3 и другие подобные вещи то есть мне кажется что эту команду вполне может ожидать баф в ближайшее время но по хорошему у нее есть способы как побеждать у нее повторюсь опять много интересных уникальных механик и свой уникальный геймплей которому я думаю многие еще банально не готовы и возможно на волне неожиданности на что называется шок энд риве арбитры могут занять даже какие-нибудь необычные высокие места на турнирах поэтому мы будем с интересом следить за их успехами на этом пожалуй все надеюсь данный обзор вам показался полезным и интересным если это действительно так то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал также оставляйте свои комментарии комментарии помогают при движении видео и очень сильно нас поддерживают можете вдобавок писать согласны вы с моими утверждениями или вы видите эту команду как-то иначе может у вас есть свой какой-то уникальный опыт обязательно об этом пишите мы прочитаем сореагируем лайк поставим в том числе также можете подписываться на наши соцсети на группу вк и чат телеграме ссылки на все описание в описании находятся в том числе ссылка на donation alerts так что не потеряйтесь и за стим большое завершающее слово закончилось спасибо что досмотрели данный выпуск до конца играть в киллтим играть в киллтим арбитрами и пусть у вас все будет хорошо это был канал a handful of boys до новых встреч пока пока пока